Алексей, расскажи, пожалуйста, про стратификацию кизильника блестящего и его посев Ну, короче, существует очень много способов стратификации кизильника блестящего Большинство из этих способов представляет собой очень злобное навыкало несчастных людей И в целом мы три года испытывали все способы стратификации в той или иной степени И три года у нас не было всходов Вот, короче, смысл такой То, что способы все есть и они имеют право на жизнь Вопрос, чтобы мы каждый год получали удовлетворительный прогнозируемый результат Потому что кизильник не очень прогнозируемая вещь Смысл такой Мы собираем, что работает, по крайней мере, у нас Что у нас работает, и мы в состоянии, как бы сказать, воспроизводить это И большинство людей, которые регулярно, ну, как бы на заказ на многие годы вперед выращивают кизильник Они именно делают так То есть собирают осенью семена Семена собирать лучше, чем раньше, тем лучше То есть, во-первых, ягоды опадают, ягоды объедаются птицами И считается, что чем дольше семечка находится внутри ягоды, тем хуже оно потом прорастает Не уверен, но не надо тянуть со сбором ягод То есть, случай там То есть, леканат зелень Нет, не леканат зелень То есть, они, допустим, в конце Сентября Августа, это сентября, там Это Восьмой, девятый месяц, да Этого года Вот они как поспели, почернели Так их и собирать сразу Собственно говоря, не надо там Они и в октябре, и в ноябре, и в декабре То есть, всю осень и зиму висят Но пораньше собрать Собрали ягоды, тоже не тянем кота за все подробности Даем им немножко погнить Погнить там Побродить, погнить И потом толчем их, разминаем И я обычно, допустим, керхером Керхером разбиваю в пыль Эту кожицу и мякоть И потом таким, как золотоискатели Промываю, чтобы семена на дно, которые утонут Я их собираю То есть, собираем только тонущие семена Вот, в таком виде мы их высушиваем Считаем, высушиваем И они хранятся всю зиму В сухом, прохладном месте Ну, при плюсовой температуре Там под кроватью, допустим, где-то Или там, в чулане Можно там Ну, не на морозе мы их храним Весной, где-то в мае Ну, то есть, в пятом месяце Как бы, да Вот, мы берем и замачиваем их В каком-нибудь протравителе семян Ну, там, замачиваем Немножко подсушиваем после протравителя И высаживаем в грядке в мае В грядке высаживаем Ну, сеем достаточно густо Рассчитываем на то, что там 30-50% только взойдут И очень важно Сеем где-то на 2 сантиметра На полтора-два сантиметра в глубину Очень сильно прикатываем Очень сильно прикатываем Если нету там катка Просто утаптываем ногой Притаптываем Хорошо наступаем всем весом Ну, ногой И после этого закрываем Ну, допустим, черным спонбондом А сеешь вручную или сеялкой? Вручную сеем Потому что, как бы сказать То есть, как морковку там Да, да, да Ну, мы вручную сеем Грубо говоря, чтобы сеялкой сеять Нужны, как бы, такие сеялки Которые много могут высевать Потому что у нас есть сеялки Но это сеялки точного высева А все сеялки точного высева Рассчитаны на стопроцентную схожесть У кизильника ее нет Поэтому и, грубо говоря После того, как посеяли Сверху замульчировали Либо опилочками, либо торфом Либо песком Где-то в районе сантиметра И накрываем черным спонбондом Или огратканью Черной, да, там Вот Сверху тоже можно присыпать опилками Там, или опилками Или этим Или песком Или накрыть сверху еще белым спонбондом Чтобы И это все Все эти грядки поливаются То есть мы Накрываем для того, чтобы не полоть То есть только для того, чтобы не полоть И все сорняки Они все Мы когда поливаем Это, ну, поливаем эти грядки То есть все Все сорняки Все, что может взойти Оно сходит под спонбондом Или под огратканью Сходит Упирается в черную ткань Умирает Сходит Упирается в черную ткань Умирает Осенью, поздней осенью Прямо перед морозом Мы снимаем Агроткань С понбондом То есть все укрытие снимаем И в зиму уходит Вот, как бы сказать В раскрытом состоянии Когда весной Весной Когда очень ранней весной Начинает сходить этот кизильник Ну, вот сейчас уже В районе Курской области Это в районе Сум Да В районе На уровне Сумской области Да, там Вот сейчас уже кизильник сходит И чтобы Сберечь его от возвратных заморозков Мы накрываем его белым спонбондом Вот Шестьдесятым Шестьдесятым Шестьдесятой плотностью Для того, чтобы уберечь от заморозков Вот И, как правило Вот эта система Она позволяет тем Что грядки абсолютно стерильны Кроме кизильника Вообще на этих грядках Никакого бурьяна не растет В принципе Провокация была до этого Да, да Из-за провокации до этого И из-за того, что мы эти грядки После этого не шевелили Вот, собственно Как только Вот эти два листочка Первые два листочка Они очень чувствительны к морозу Даже минус один их убивает Но как только появились Настоящие Первые два-три настоящих листа Эти первые два-три настоящих листа Они к минус пяти градусам мороза Устойчивы И как только мы Начали появляться Настоящие листья Под спонбондом Мы убираем спонбонд ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА